всем доброе утро 1 апреля сложно вспомнить на когда 1 апреля такие сугробы были у нас утренний кофе все принимаем рабочий вид вчера по московской области проехались дождик и все так это ржавое колесико мы сегодня или завтра уберем однозначно вместе со всей этой грязью на прицепе мы возле селятина мне тут понравилось аккуратненько чистенько тишина никого ночью вообще тут никакого движения грузовиков вот короче парковка было еще два места свободно хорошо мне понравилось здесь как альтернатива вот переночевать если перед москвой вообще идеальный вариант туалет бесплатно пожалуйста покушать до магазина высока здесь минут десять ходьбы все птички поют весну нам напивают а хорошо что пьем кофе традиционно лень суме что бутерброда какие-то подожить и будем выдвигаться время 7 утра к восьми полдевятому сказали приехать нам на загрузку так чё трогаем короче поставили все на заметку вот в этом месте в принципе довольно неплохо можно переночевать крайне случае можно где-нибудь вот тут стать единственное что здесь вот вот это полигон до с правой стороны где-то в районе полдесятого чуть тут решили войны малость пострелять или что короче слегка попахали может минут десять каких-нибудь так это спокойно ночью пожелали а так все тихо все красиво все хорошо ведь даже тут у прицепа ставил и поехал по делам так там у нас никого там тоже погнали без 28 30 километров нам ехать уверенным женский голос вчера нам сказал что все у нас будет там довольно должно быть довольно быстро прийти позвоните мы вас начну готовить документы туда-сюда ну дай бог чтобы слишком долго мы сегодня времени не потеряли здесь и получилось еще куда-нибудь сегодня по максимуму уехать у нас малость узинка хвост пролез чуть-чуть народ разъезжается на работы чутка поставим на светофорчике юшкова не доезжая со стороны минки идти не доезжая с селятина тут еще стройка продолжается перед минкой загоняю до бутылочное горло хорошо поток небольшой шаг я в польше так вспомнил когда этот еще автобана 2 строили и в районе лодзи он заканчивался надо было уходить на на сиротский потом выходить на старую дорогу поездил тут курсах и вот там получалось что две полосы, такой широченный оживленный автобан и потом всех в одну полосу и направо, а там кольцо а кольцо у них главное и с той стороны тоже поток постоянной машины идет короче там такие пробки собирались на этой двойке, когда ее там строили ой-ой-ой ну а если вспомнить, когда ее вообще не было когда через ту же поздно не ездили, катастрофа что было одну поздно проехать часа два можно было отдать в час пик представляется, такой поток машины шел через город жесть, что творилось но это давно было, правда дела давно минувши дней предание старины глубокой так, мы направо дом налево но мы, к сожалению, направо дом еще пару недель подождет что тут уже что-то случилось или это так, операция какая-нибудь кооперация анаконда может быть которая никогда не сдохнет никак до сих пор точно вон еще впереди гайцы стоят сейчас я не знаю может уже ее и нет но раньше это было любимая отмазка какая операция анаконда вечно желает 23 километра нам еще здесь поминки надо проехать трактор выловили ну ясно трактор, да злостный нарушитель чуть-чуть не доехали все-таки уперлись нам ехать осталось 800 метров походу нам надо сейчас здесь на дублер съезжать да да-да-да Машка рисует на дублера вон наверно вон все он складывает на нашу теперь только осталось дождаться что нас кто-нибудь пропустит если кто-нибудь пропустит я так понимаю желающих это делать нет один пропустил скажем спасибо все шторопятся все шторопятся сейчас там на светофоре когда выезжал один взял передо мной так ну всех объехал стал и короче на красный же и понес не стал ждать зеленого здесь вот тоже видите пытались объехать три машины объехали я сейчас начинаю лазить это нормальное явление удивляться нечему по бордюрам нет слов одни мысли так тут тоже летят надо поворачивать с этого ряда на следующем на следующем радиус взять затем держитесь в праве какие тут ямы какие ямы нас нас инновационный центр сколково дорога бордюры торчат на радиус брать яма не горюй остатки резины неплохую и хорошие не попорвать там там бордюр торчит ямина такая но бордюр мы не зацепили что уже не может не радоваться короче по итогу мы не туда приехали соседнее здание нам нужно сейчас нам надо развернуться хорошо как на территорию запустили развернуться да давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- на нормально мне . сюда забили прикол по итогу не туда приехал соседнее здание нужно это сейчас туда попасть нужно ехать а сидеть какие круги рисовать тут смотрите какой сплошной поток идет как сейчас проехать блин тут проволока какая-то торчит пропускают это красавчик на красненькой ну ты ж пропускала чё ты не ну шо ж ты делаешь то ты ж вроде пропускала по-человечески спасибо да ребятки понятия пропустить понятия сложная да полминутки подождать короче мне соседний заезд нужен оказывается ох ё-моё а едем разворачиваться что делать где-то сейчас разворот искать блин прикол спасибо брат ну шо ж придется потолкаться tim ну да красавец фон по Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну пойдем! Ну все! Туда! Так, проси вот тут Так, какой тут этот, наверное, да? Надо сказать, что приехал, чтобы оформляли документы Доброе утро! На Омск Заехал, сказали, позвонить, чтобы готовили документы А! А, это я вам сказал! Все хорошо, я вот приехал Угу 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 Через Поворот на Одинцовую Ну, это уже будет на обратном пути А пока Становимся В две двери диспетчерской Ага, вижу Левая Правая Там вправую Так сказали Вот на УНФТе СИУМА Склад номер один Ну пойдем! В общем, ждем Сейчас сказали Сейчас сказали Документы На склад скинут Пока Сходил Пару лампочек поменял Что-то перегорали Терпеть не могу Когда что-то не горит Аж бесит Вот Все Вартен Через полчасика Пойдем Сходим Думаю Потом Должны быстро Загрузиться Так Все Без 10.11 мы загружены Готовьтесь Готовьтесь К правому повороту Через Так Что у нас по весам Валеты Малость Нестандартные Еще у меня Хоус не выставился Проходил прицеп опускать Очень красиво Пришлось там Не то чтобы придумывать Но делать Красивую загрузку Ну вот наша развесовка Еще может полностью не выставилась Девятка на вторую ось Ну что еще можно лучше придумать Лучше не придумаешь Их Вот получается 20 палет Уже по палетам не пойду Чтобы не вымазываться Получается поставил 2 спереди Палет и потоннее Два по одному Потом два Двойку Потом свечку Потом вот 7 рядов по 2 И сзади Одиночный Я даже эту ставить не буду Чтоб в нее мешки не терлись Все Одиночные все привязали Никуда она не денется Будет ехать И по весам все красиво Короче все Скрываемся Получаем доки И поехали Ну вот по итогу Все вот она выставилась Уже полностью Все четко 8,6 8,7 С учетом того 8,5 Ну как бы для зимы Можно было бы конечно и побольше Но с учетом того Видите у меня лапочка горит Баки пустые Мне сейчас заправляться Надо будет То есть с учетом того что у меня Топливо осталось там Литров 100 наверное Ну 150 от силы Если там Все вместе посчитать У спайка здесь смотрите Убрать армяне тут Так Так Хочу мне туда ехать На эту стоянку И ладно Поехали Он спайку объедем Не вот Все красиво 8,8,8,9 Вот она туда-сюда Полные баки из аллей Вот вам почти десятка и будет Лепш не придумаешь Готовьтесь Готовьтесь к правому повороту Через 250 метров Просто палеты нестандартные Он говорит Ставим два по два Ну свечкой по одному И потом гоним по два Я говорю Можем тогда мы уже немножко Перестараться Со второй осью Такой вариант был бы хорош Зимой А сейчас уже что Гололёдов нет Поэтому Наши армянские коллеги Ольвочки у них да Все новенькие Европятая 540 кобыл Огонь Пошли за доками Поехал Поехал дружище Сейчас спросил У нас тут была мыслишка Когда у нас в Казахстан слетел Была мыслишка загрузиться На Армению Сгонять Но мы вовремя одумались Нам тут дали определенный сайт И почитать Чатик И вот сейчас я у спайки К тому же Дядька в возрасте Спросил Говорит сейчас коллега заходил 20 20 дней В Грузию заходил Представляете Катастрофа просто Говорит откуда стоят Говорит от Уруха Какой Урух Говорит от Кабарды От начала Кабардино-Балкарии Колейка стоит Вы представляете что там творится Это просто жесть Я не знаю Блин это такие вот мучения Да Вот из-за этих Вот из-за политики Вот из-за этого всего Один единственный переход Вот Армению с Россией Вот только Другого перехода нет Они Не могут ездить По политическим мотивам Кошмар Да и у Грузии тоже как с Россией Через Азербайджан Так это круг какой Если грузинским машинам Короче жесть Ладно Мы то сейчас С бумагами разбираемся И все И будем выезжать Тоже С Богом Погнали На следующем повороте Поверните направо Поехать нам Ориентировочно Где-то 2700 Километров До Омска Отсюда Так то все хорошо Пока Если Не учитывать Наш Наши утренние Покатушки Непонятно где По местным окрестностям Так то вроде бы нормально 11 утра Вот он поехал Коллега Поверните направо И вот 11 утра И мы уже В общем то Начинаем Ехать Я думаю Тут уже в сторону Одинцова Сейчас пробочка Рассосалась Поедем сейчас там же Таким же макаром Развернемся Возвращаемся на 107 Пропускаешь У нас нет Намкат На 107 Проедем Наверно До 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 свидания просто отдать чтоб на львовском не толкаться мы уйдем на 108 по Рославскому до него там и доедем без проблем найдем ближайшую Татнефть на ней заедем немножко заправимся до Новоспасского и в Новоспасском уже будем заправляться дальше как обычно пойдем по М5 традиционно можно было и по М7 но по М7 не вариант заправка Новоспасском там как ни крутится топливо там нормального качества и по ценам относительно получается очень прилично дешевле то есть экономия выходит такая хорошая а вот утренняя утренний штаву рассосалась что не может не радовать сейчас по быструхе развернемся подвинемся пускай УАЗик проедет УАЗик меня пропускает удивительно еще сверху еще сверху и в чудесах не такого окончательная развесовка вот мне показывает 8.8 8.9 вторая ось двадцатка на целегу все чин-чинарем все красиво двадцатка общая загрузка все так это на Москву стоит прямо мы сейчас по этой типа по выделенке но мы-то сейчас вот сюда направо уходим видите что что творят что творят со всех сторон нам карт нам невольно нам и сюда нельзя ехать там знак весел без пропуска нельзя но здесь-то разворот не знаю я разворачивался камер не видел два письма прилетит здесь не должно быть до разворота ну дамочки мои сейчас будут крутить тонкат так что мы это слушать не будем в общем погнали если я не ошибаюсь к ним съезжаешь там по дублеру проезжаешь и там на выезде зелененькая в ночу от нефти или нет от нефти от нефти ну вот поехали поехали тут что не поймали что за что за она не это не тот нефть нет 40 это как какой-то или что или такое не это вк тоже зелененькая мне поэтому и отложилось не это доедем дальше навьет стоит о какой-то моралит свет был и трасс оккупировали сколько здесь навья обалдеть сколько скани одни скамейки не 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 нефти понял ирак драк взял да не понял едем дальше хотя что тут дальше колиться на звеник нам сейчас уже уходить куда нам уходить сначала надо вот сюда уходить а так нам сейчас на туда на 107 найдем сейчас нефти этих московской области что тараканов русская понимать нам на лобина 107 мы уходим не проще было здесь разворот оставить они тут может быть просто что-то делают ходься так хитро крутится еще инновационный центр сколково я вас умоляю такой заезд к нему да вы сами сегодня утром видели охренеть на нескрамники заедешь и раму оторвешь проекте 12 о наш армянский друг он тоже загрузился он там грузился все он спрашивал как на м4 ему попасть но ему тоже объяснил говорю хочешь по 107 хочешь 908 там на платку мимо одной платки проскочишь короче как он поедет я не знаю мы поедем как мы решили я сейчас конечно погуглю но думаю львовский там как всегда в своем репертуаре поэтому без вариантов часть к полтора там отдать я за эти полтора часа по 108 на м4 доберусь в легкую здесь съезд на 107 там такие ямы были не залатали спайка не лети там ямы тормозит здесь такой съезд некрасивый вот смотрите идем по населенному да я иду 75 бульбаш обошел штрафы не приходят на иностранных номерах штрафы за скорость то есть вот эти камеры что снимают они не приходят ну во всяком случае раньше не приходили точно не знаю как сейчас я тоже я помню белорусские там казахские номера населенный пункт ну если обстановка позволяет то вообще даже скорость на 80 там 5 идешь и даже не сбрасываешь помкаду было под фонаря там 3 ряд 4 чуть ли не в 5 залазили ни одного письма счастья не прилетело сейчас на российских уже все уже проблема уже все прилетает а на этих на иностранных было до фонаря зато вот у нас в Беларуси если попасть на камеру ну если только вас высчитают то есть пробьют пока вы будете ехать там гайцы пробьют и тогда вас могут приняться а так тоже сюда вот в Россию не прилетает ну вот как бы ну вот здесь плюс 20 в России так в принципе чудо по населенному то с одной стороны это далеко не безопасно носится 85 там 90 ну то что кайс грешил этим ездили мы так даже не тормозили если конечно говорю даже по той же минке идешь там въезжаешь там какой-нибудь там сафоновой и 100 минут ну не важно никого нету все там камера стоит а ты летел как летел так и едешь даже с круиза не снимаешь было такое да ничего не прилетало я думаю я думаю что вряд ли что-то сильно поменялось как нам говорили как нам говорили что отослать вам в белорусскую штраф это дороже мне даже если честно выписывали где-нибудь там гаишники в область ну кого ли там вологодщине выписывают я нифига не оплачивал и оно не это самое в другой области проверяют и нифига не выскакивало то есть ну они не видели а потом за сроком давности то есть вообще в принципе штрафы на тех номерах в России не оплачивали их было немного не оплачивалось транспортная инспекция там было сложнее база общая может быть сейчас что-то поменялось может быть сейчас стала база общая но раньше было как бы вологодщине выписывают в Татарстане проверяют они не видят что на мне штраф висит который вот выписали вологодщине может быть сейчас что-то изменилось спорить не буду сейчас как бы ситуация другая сейчас штраф если камеры все прилетает ну и соответственно на российской машине работает что-нибудь не оплатить нельзя потом эти все косяки там на границе или еще что-нибудь кому это надо это так отступление так все Киевку мы пересекли сейчас едем ну как где раньше было кольцо в этом что уже ТПС работает да дорожно-плечевая служба потеплело выползают вот доходим до колечка на колечке уходим вправо в область до 108 до 10 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 Продолжение следует...